Готов к труду и обороне. В Советском Союзе это понятие было знакомо каждому. Теперь же далеко не всем. Но комплекс ГТО было решено возродить. Что мы делаем, душа? Мы не молоды, мы не молоды, мы не молоды. И не бойся ни жары, ни холода, заканяйся, как столь. Сегодня проходит один из этапов сдачи норм ГТО Володарского поселения. Смотря как мы сейчас принимаем ГТО, мало кто сдает нормативы, даже до среднего. Хотя старшеклассники, сразу скажу, стараются. Планируется его сделать обязательным. То есть сначала ввели в образовательные учреждения и не обязательные для определенных организаций. А, наверное, я так думаю, что с 2017 года, как планируется, уже включить и детские сады дошкольные учреждения, и коммерческие и некоммерческие учреждения. Сдача норм ГТО полезна не только в физическом плане, но и может серьезно помочь в будущем. ГТО для меня очень важно, потому что это не просто здоровье, а плюс еще дополнительные баллы при поступлении в институт. У нас 11 ступеней, то бишь от 9 лет, от 6 лет и до 70 и старше. Скажите, а взрослые могут прийти и сдать? Да, конечно. Для этого будет составлен, как у нас откроется центр ГТО на металлургии стадиона, там будет составлен график, и все желающие по графику будут проходить и сдавать ГТО. У нас в обязательную программу входит 4 вида и 4 по выбору. То бишь в обязательную это подтягивания, прыжки в длину, отжимания, кресс, кросс на километр, плавание, бег, челночный бег. И по выбору пневматическая стрельба, там туризм, плавание и лыж. Но сегодня я решил не ограничиваться одними разговорами, а проверить, готов ли я к труду и обороне. Скажите, сдал я комплекс ГТО? Да, по всем видам, которые сегодня были, силовые, все нормально у тебя. Только немножко, знаешь, не хватает скоростной выносливости. Чуть-чуть побольше делать, и уже будет результат намного лучше и чище. Спасибо. Ну что ж, есть куда стремиться.